Агро-100 обновил свой состав. Ежегодно право считаться членом этого престижного клуба присваивается по результатам скурплезного мониторинга Минсельхоза Республики. Церемония награждения прошла в рамках Чебоксарского экономического форума региона России в устойчивое развитие. Одним из залогов устойчивого развития региона является стабильный агропром. Для Чувашии с сельскохозяйственной направленностью это особенно актуально. И особенно трудно. Все-таки мы относимся к зоне рискованного земледелия. Тем более почетно членство в клубе Агро-100. У нас самый большой свинокомплекс Чувашской Республики. И земельные площади мы расширяем. Если года три назад у нас было 200 гектаров земли, сегодня она занимает около 5000 гектаров. За 9 лет существования клуба требования к номинантам ужесточились. И получить диплом не так-то просто. Чтобы войти в топ-100 нашего агропрома, надо внедрить новые технологии, не бояться рисковать, но делать это с умом. Хозяйство переходит потихонечку на новые технологии, то есть наутил, где, скажем, прямой посев. Вот с прошлого года начали сеять яровые, зерновые, также горох посеяли, посеяли озимые прошлого года, но в этом году они себя показывают, как бы, скажем, в таких засушливых условиях прекрасно. То есть растут так же, все им, кажется, хватает. Питание, влага пока показывает хорошо, скажем, ну ждем хороший урожай. Если взять количество лучших хозяйств как единицу измерения, то среди муниципалитетов лидируют Комсомольские, Яльчикские и Ядринские районы. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.